На 80% сократилось количество припадков у 13-летнего британца с тяжёлой формой эпилепсии. Это результат работы электростимулятора, который вживили ему в череп. Оран Ноулсон стал первым в мире пациентом, на котором протестировали устройство под названием пикостим. До этого подобные стимуляторы помещали в грудную клетку. Новое устройство находится рядом с мозгом, блокируя почти всю аномальную электрическую активность. «Он выглядит очень хорошо, поэтому мы счастливы. Здорово. Мы вживили ему устройство именно туда, где оно должно быть. Надеемся, что оно будет работать и уменьшит приступы». Эпилепсия у Оррена и Сомерсета проявилась, когда ему было три года. Помимо этого, он также страдает от аутизма и синдрома дефицита внимания. «У меня был довольно умный и весёлый трёхлетний ребёнок, который через несколько месяцев после начала припадков потерял много навыков. Каждый момент его жизни затронут эпилепсией. Это всё лишило его детства. Я хочу вернуть того Орена, которого я помню хотя бы частично». По-научному, заболевание Орена называется синдром Ленокса-Гаста. Обычно во время припадков он падает, дрожит и теряет сознание. Бывали случаи остановки дыхания, что требовало неотложной медицинской помощи. Нейростимулятор ему установили в рамках исследования в лондонской больнице Great Ormond Street в октябре 2023 года. «Мы наблюдаем значительное улучшение. Припадки уже не такие тяжёлые. И в целом, я думаю, качество его жизни значительно улучшилось. Он стал счастливее. Очень оптимистично смотрим в будущее. Я думаю, что команда Great Ormond Street вернула нам надежду, которой у нас не было. Теперь будущее выглядит светлее». Ожидается, что в рамках программы подобные стимуляторы установят ещё трем детям с синдромом Ленокса-Гаста.